МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Знаменитым первым Жигулям, модели 2101, известной, сейчас на роде как копейка, исполнилось 40 лет. 40 лет – это на год меньше, чем мне. Поэтому и для меня, и для многих моих сверстников, те, кто один с едой и после меня, – это целая эпоха в жизни страны. Потому что копейка – это не просто еще один советский автомобиль. Это явление, которое во многом определило жизнь страны 70-х, 80-х годов и предопределило ее будущее. Копейки ушли из нашей жизни как-то незаметно. Как уходит детство. Раз – и нет. И редко сегодня можно найти вот такую машину с оригинальной, пусть и помутневшей краской, с хромированной телескопической антенкой и круглым зеркальцем на ножке. Мало кому из них удается вот так достойно встретить старость в окружении блестящих иномарок на закрытых парковках или в теплых гаражах. Большинство из них сегодня теряют последние оригинальные запчасти, оседланные джигитами и малахульными подростками. А до этого они уже успели сменить по 25 хозяев. Безусловно, к копейке можно до сих пор относиться как к дешевой железной каталке. А можно, и это будет правильно, как к части нашей новейшей истории. То, что появление ВАЗ-2101 вызвало революцию, очевидно. Не меньшую революцию вызвало строительство фактически с нуля в голой степи целого города-завода Тольятти. Это был абсолютно новый шаг в автомобилизации страны Советов. Первая копейка сошла с конвейера 19 апреля 1970 года, и машину скатил итальянский инструктор Бенидо Гуидо Саваини. Однако в реальности массовое производство автомобилей на ВАЗе началось лишь осенью 1970 года. Но работы, прежде всего подготовительные, юридические, начались еще в 1966 году, когда в Турин, в штаб-квартиру Фиата, начали ездить первые советские делегации. А параллельно в самой стране шел набор, шла вербовка. Из Горького, из Москвы, из Запорожья. Люди ехали в Тольятти кто на год, а кто насовсем, для того, чтобы основать новый советский Детройт. И если сам прообраз копейки Фиат-124 до сих пор вспоминается, как один из самых удачных послевоенных европейских автомобилей, как машина 1965 года. Но одна из копейка единственная на все времена. И похоже, что любовь к первому массовому советскому автомобилю передается у нас уже друг друга на генетическом уровне. Тот, для кого 40 лет копейки, это целая эпоха, пытается увидеть в ней что-то свое, родное, близкое, и сохранить это и для себя, и для потомков. Известный советский и российский теоретик и практик автоспорта и контраварийного вождения Михаил Горбачев решил, по-смоему, отметить славный юбилей. Вот эта копейка, которой исполняется 39 лет, уже совсем скоро выйдет на знаменитый асфальт зеленого ада, на Нордшляйфе, Нюрнбург-Рин, на гонку исторических спортивных автомобилей. Ну, автомобиль этот мы нашли в Крыму. Это честное, труженик, он отработал все эти 39 лет, машина ездила, рабочая, с номерами, прошедшая техосмотр. Это не тот вариант, когда машину давным-давно поставили в теплый гараж, вот сейчас ее достали. Здесь заменено, естественно, как говорится, по кругу все железо, потом проварено уже гоночными швами, и мы решили вот сделать матовый белый цвет, матовый символизирует то, что машина старая, а не то, что сейчас это модно. Ну, просто так совпало, просто случайно. Вот. И, значит, мы участвуем, будем участвовать в длинных гонках на Нюрнбург-Ринге, это тысяча километров дистанция. Будет участвовать больше ста автомобилей в двадцати классах, и, конечно, у нас не самая быстрая машина, но у нас очень серьезные конкуренты. Это Ford Escort GT 1300, которые уже заводы уже форсированы. А мы будем делать такую очень дозированную форсировку, рассчитываем где-то 90 лошадиных сил, ну, естественно, 1300, родной двигатель, горизонтальные выбора спортивные, двухкамерные с четырьмя растробами, 40 DCOE называется, абсолютно новенькие, купили, ну и так далее, и так далее. Машина будет очень, я думаю, неплохая. Амортизаторы, естественно, кони спортивные. В общем, делаем серьезно, готовимся, соперники у нас тоже очень серьезные. А моя задумка такая, что колеса «Жигулей» должны коснуться покрытия северной петли. И как бы восстановить эту справедливость, которая из-за железного занавеса, вот не было возможности такой. Сейчас можно, потому что там те же машины ездят, что и 40 лет назад. И мы делаем такую же в точности машину, как 40 лет назад. Это просто дань истории. Наиболее наглядно превосходство итальянской конструкции проявилось на гоночных трассах. Первые же подготовленные для ралли и кольца в Азике вышли на старт зимнего трека уже в 71-м году. А в ралли был для них организован даже отдельный класс. Москвичи, главное оружие наших спортсменов, уходили постепенно в тень. Да и в сознании автолюбителей, недоверие к итальянской машине сменялось ажиотажем. Чтобы понять этот феномен, я сел за руль раллийной копейки, откатав предварительно ту же трассу на подготовленном раллийном москвиче. Передачки в лане включаются очень четко, при том, что здесь стандартные кулисы. И в этом смысле, конечно, нашим спортсменам не приходилось исправлять ошибки итальянских конструкторов и инженеров. Штурвал, настоящий гражданский штурвал, который стоит в ладе, поначалу пугает своим диаметром, но потом ты понимаешь, что при отсутствии гидроусилителя вот именно таким штурвалом очень легко выставлять машину на нужную траекторию и потом аккуратнее ее тащить. А еще жигули позволяют гораздо четче контролировать скольжение автомобиля. Тебе не нужно делать, опять же всего, больше прозрачности руля, никаких лишних движений, и управление ладой не требует такой хрючки, которая нужна была бы при управлении москвичом. А еще жигули не только по сравнению с москвичом, но и с современными многими автомобилями радуют потрясающей обзорностью и потрясающим чувством габарита, что для спорта имеет первостепенное значение. А тормоза здесь по сравнению с москвичом просто 22-й ех, даже не 21-й. Сейчас можно открыть, особенно в интернете, и там написано, что вот копейка сошла с конвейера, сразу ее стали называть копейкой, сразу выстроились очереди. Это все не так было, абсолютно. Во-первых, копейкой ее назвали в 90-м году. Никому бы в голову не пришло тогда назвать такой шикарный автомобиль копейкой. Жигули для России это то же самое, что Форт Т для Америки. Что именно Жигули поставили Россию, Советский Союз на колеса, так же, как Форт Т поставил Америку на колеса. Это абсолютно то же самое, потому что раньше до появления были москвичи и Волги, нужно было сливать воду. Зимой никто не ездил, кроме такси и государственных машин. Это первая машина, с которой можно было общаться так же, как на Западе. Каждый день сел, поставил ключ, поехал. Мало кто понимает сейчас, что тогда была эта машина. Во-первых, к ней боялись подходить механики. Считалось, что у дяди Васи отремонтировать ее невозможно. Видимо, было такое отставание от мировой культуры, что казалось, что Жигули это очень сложная машина. Копейку действительно сравнивали со спутником ни больше, ни меньше. А ведь на самом деле итальянцы, впаривая нам этот проект и убеждая нас в необходимости именно этого решения, по многому лукавили. Потому что к тому времени Копейка была уже для европейского рынка и европейских технологий машиной устаревшей. ФИАТ-124 уступал место новым переднеприводным моделям и у нас была возможность взять их. Но мы выбрали более простой по конструкции, более кондовый и более отвечавший тогдашним советским технологиям и тогдашнему советскому уровню сервиса машину. И то, что ФИАТ-124 был очень выгодным контрактом для итальянцев, потому что они фактически продавали заново, машину, которую были готовы отправить на пенсию, свидетельствуют и вполне объективные данные. Вот что пишет конструктор Владимир Яковлев в своих воспоминаниях. ВАЗовский конструктор, который принимал участие как раз в запуске «Копейки». В 69-м году ФИАТ не мог в полной мере обеспечить график поставки позиций, изготавливаемых на его заводах. Основных причин было две. Во-первых, фирма прежде всего обеспечивала собственные нужды, ставились на производство новые модели и, во-вторых, открывались филиалы в Югославии и Польше. Что такое передний привод, мы узнаем намного позже. В начале 80-х, когда появится сначала восьмая серия «Жигулей», а затем и «Таврия», которая тоже была разработана на «Автовазе». А тогда на заре 70-х сполна хватало и тех инноваций, которые дарила нам «Копейка». Как вспоминает еще один вазовский знаменитый вазовский конструктор Петр Прусов, который одно время был даже главным конструктором завода, советских представителей категорически не устраивало качество многих узлов, агрегатов и качество самого кузова «Фиата-124». И первые же испытания показали, что в итальянской версии автомобиль совершенно не приспособлен для российских условий. кузов давал трещины. Задние дисковые тормоза, вроде бы более прогрессивные для того времени, на «Фиате» тоже не выдерживали российских условий, российских дорог, которые тогда, 40 лет назад, были заметно хуже, чем сейчас. А сейчас они тоже не подарок. Так вот, советские конструкторы, советские специалисты подготовили более тысячи предложений по изменению конструкции «Фиата-124» для запуска его в Тольятти. Из этих тысячи предложений реализовано было несколько десятков, но и они сильно изменили конструкцию итальянской машины и более того, как ни странно, сделали ее более прогрессивной во многом. Чего стоит только усиленный кузов, во-первых, и, например, перенесение распределительного вала, снизу наверх. В отличие от «Фиата», на «Жигулях» стоял верхневальный двигатель. Но, с другой стороны, как минимум первые два года производства «Жигули» держались во многом на итальянских поставках, на итальянских комплектующих. Не всех, конечно, на многих. И, например, сегодня на хорошо сохранившихся копейках еще можно увидеть фиатовскую маркировку на стеклах. Конечно, копейка, которую готовят для гонок на Нюрнбург-ринге Михаил Горбачев, делается совсем по иным технологиям. Никто не ищет оригинальные итальянские запчасти, хотя на этой 39-летней машине они могли бы стоять. Нет, тут приоритет отдается гоночным технологиям. Машины максимально облегчают, устанавливают каркас безопасности, гоночные ковши под пятиточечные ремни, систему пожаротушения и гоночный бензобак. Именно это требуется для того, чтобы машина соответствовала амалогации и могла выйти на старт исторической гонки. Михаил Горбачев уже ездил по Нюрнбург-рингу на копейке на другой машине. Правда, и трасса была другая. Та самая, на которой проходят заезды Формулы-1, а не историческое кольцо Нордшляйфе. Так что для копейки это будет дебют. Но копейку в Европе знают. Не только потому, что на ней выступали восточные спортсмены на Западе. Десятки тысяч обычных копеек были проданы через дилеровские центры во Франции, Англии и Германии. 40 лет копейки. На самом деле, как мы уже отмечали, почти полвека, если брать ее корни. Это уже возраст даже не для янгтаймеров. Это уже настоящая классика. Но классика сегодня жива. Копейка породила целый выводок. Все эти четверки, семерки, пятерки есть не что иное, как та же копейка, просто пережившая глубокий советский фейслифт. И сегодня, и не в последнюю очередь, благодаря программе утилизации, эти машины снова находятся на пике популярности. Так что вот она вечная мечта и вечная наша молодость. Редактор субтитров А.Семкин